Локализация Диск Элизиум — это переводческий феномен и творческий успех команды Тестроник, отвечавшей за перевод. Обычно русские локализации принято ругать. Часто по делу, но здесь вышло наоборот. Игроки и критики тепло приняли русскую версию. И на это повлияло множество факторов. Но прежде чем мы поговорим о русской локализации Диск Элизиум, я расскажу вам одну историю, которую вы, скорее всего, не знаете. Дело в том, что к игре могла выйти полноценная русская озвучка. Причем официальная. Ею занималась студия озвучания RavenCat. Вы можете знать этих ребят не только по фанатским работам, но и, например, по озвучке Dying Light 2, с которой они помогали Буки. Некоторые записи были сделаны именно на их студии. Блядь! 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 Все, спасибо, мы закончим. Какая реплика, классная. Меня зовут Никита Коваль. И для этого видео я связался с руководителем студии RavenCat Виктором Вороном. Итак, вы на канале Ники Студио, и мы начинаем. Все началось с того, что когда-то давным-давно, года 4 назад или даже больше, на Дивгам поехали никому неизвестные эстонские разработчики со своей игрой. У них был очень маленький стенд, на стенде у них был один человек, не знаю, может, кто-то отходил. Это был Каспар Томсалу. Он был их ведущим художником, может быть, до сих пор остался. И он там всем показывал где-то 10-минутный фрагмент, как главный герой ходит по городу с кем-то базарит. Насколько я помню, он даже играть не предлагал, а показывал и из своих рук, потому что Билд был вообще не готов. Шаг влево, шаг вправо, и синий экран смерти был. Мы с ним где-то полчаса поговорили об этом во всем, я был очень впечатлен, потому что на тот момент выглядело все очень многообещающе. Виктор рассказал, что демо показалось ему лучше всего того, что было представлено на Дивгам. И потом, когда разработчики выпустили трейлеры своей игры, он вместе со своим коллегой, совладельцем студии озвучания RavenCat, Сергеем Хогартом Петровым, решил сделать их дубляж со старым названием трейлеров и с новым. Собственно, мы позвали актера Сергея Ивнюка, перевели ролики на русский и сделали дубляж. Сергей с нуля сделал полностью подложку, заново подобрал музыку. Мы их сделали, выложили на свой канал и забыли о них. И где-то немного до релиза диска Элизиума, под одним из роликов появился комментарий Каура Кендера, это их исполнительный продюсер, он написал типа «Спасибо, братья, отлично сделано, где можно с вами связаться, поговорить, похвалить». Вы детектив в городе Рива-шоу. Мы связались с Кауром, он сказал, что отличная работа, ему очень нравится. И мы предложили ему сделать русскую озвучку игры, на тот момент планировалось только английская. Эстонская тоже была под небольшим вопросом, он хотел делать сначала английскую, чтобы была сделана, потом сделать русскую, а потом, если хватит денег, эстонскую. И даже заплатил нам, ну, не заплатил, а мы сначала договорились, сделать для него русский трейлер, который будет тизерить русскую озвучку. Собственно, нам прислали новый ролик, нам прислали русский текст. Мы наняли актрису Татьяну Абрамову, все записали, сделали, выслали. И на тот момент русская озвучка полная планировалась в 2022 году. И это было, кажется, то ли в момент релиза мы это делали, игры, либо на месяц позже. Но не стой, мы все отправили, и Зоум перестал отвечать вообще. Как всегда это бывает. Вот, где-то прошло полмесяца, месяц, но мы подумали, что ну релиз, наверное, трудности, там патчи, всякое такое. Ну ладно, потому что волна какая-то уже схлынула, патчи для дискоэлизиума каждый день перестали выходить. Ну и мы опять написали, типа, чуваки, а что-то насчет денег все-таки. Вот, и нам ответили уже никого, кто-то другой, какой-то менеджер, он извинился, и они заплатили за все три ролика сразу. То бишь и за Татьяну, и за два ролика с Сергеем, что мы сделали. Вот, и они снова пропали. Вот, и уже не отвечали вообще ни на что, то бишь мы им говорили, что ребята не готовы делать озвучку, где вот там. То бишь мы хотим, нам интересно. Как муха, летящая к меду, твое сознание устремляется прочь. Снова заводится наполненный болью и страданиями механизм с головой и ногами. Он хочет идти по пустыне, мучаясь, тоскуя, танцуя под звуки диско. Вот, и никаких новостей от них не было, но вот начали появляться новости сначала о фанатской русской локализации, потом эта локализация стала уже локализацией от Тестроника профессиональной. Вот, и ответа от Залмова так и не последовало никакого, поэтому нам пришлось уже допытываться у тех, кто занимался русским текстом. То бишь мы написали Альфиния, я с ней знакома, написали Вальге Капитоновой, и они обе, независимо друг от друга, сказали, что русская озвучка больше не планируется. Вот, собственно говоря, ну как и эстонская. Видимо, игра выстрелила, ну точно не видимо, а игра выстрелила, они подняли немеряно денег, они решили добавить туда полную английскую озвучку и решили на этом остановиться, что пипу вот так схавают. Вот такая вот печальная история, как мы не озвучили диск Элизиума. В игровой индустрии все меняется очень быстро. Изначальные планы зачастую либо воплощаются не в том виде, в каком было задумано, либо не воплощаются вовсе. Разработчики диска Элизиума хотели добавить русскую и эстонскую озвучку, но судьба распорядилась иначе, и в Final Cut разработчики решили сделать полную озвучку на английском. Впрочем, RavenCat не расстраиваются и продолжают работать. Например, благодаря их усилиям появилась озвучка к отечественной игре «Зайчик». Впрочем, это уже совсем другая история. Это, Антос, а где ты так классно рисовать научился? Этот ролик – предисловие к большому фильму о локализации диска Элизиума, в котором редактор Анна Миронова и комьюнити-менеджер Заум Вальга Капитонова расскажут о своей работе. Сейчас трудные времена, но, тем не менее, просим у вас помощи. На фильм нам нужно 13 тысяч рублей. В стоимость входят монтаж и работа со звуком. Задонатить можно по указанным в описаниях ссылкам. Кроме того, вы можете оформить платную подписку на Boosty либо ВК. «Пока» и до скорых встреч! «Пока» и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok